всем привет мои сладкие булочки спасибо что заглянули на мой канал у нас сегодня паста карбонара в сливочном соусе вроде как я правильно сказала очень аппетитно выглядит обычно готовят с беконом но у меня с колбаской с копченой сервелат которую я обожаю мидия йогурт оливки редиска имбирь и давайте приступим конечно много но аппетит у меня тоже исчез на зверские рецепт вам оставлю в инфобоксе немножко мама пересолила ну а так офигенно вопрос от моей подписчицы подписчицу зовут кристина кристина тебе огромный привет здравствуйте айка очень аппетитно кушайте смотрю ваше видео пишу этот комментарий уже наверное сотый раз под каждым вашим видео у меня очень сложная жизненная ситуация учусь в универе в медицинском и у нас есть учительница которая берет деньги за сдачу экзамена самому этот экзамен сдать нереально не знаю куда обращаться что делать стоит ли на нее жаловаться и чтобы ты сделала в этой ситуации я никогда не давала деньги за экзамен мне всегда казалось что это уже давно умерла эта тема то есть это было наверно в девяностых сейчас такого вообще нету не знаю в какой стране ты живешь и в каком университете ты учишься но я бы на твоем месте сто процентов пошла к ректору и нажаловалась сказала бы прямо вот с меня требуют деньги в противном случае меня как бы грозятся срезать я думаю что эта проблема будет решена потому что в нынешнее время никому не нужны проблемы с появлением соц сетей с появлением интернета мне кажется вообще многие боятся где-то что-то чтобы засветилась их имя поэтому однозначно нужно жаловаться другого варианта даже нету один раз ты заплатишь два раза ты заплатишь завтра на работе эти знания тебе нужны поэтому ты по-любому должна это все учить зачем тебе за это платить деньги у нас в универе такого не было но я не могу говорить прям на миллиард процентов я просто такое не видела учителя наоборот помогали сдать предмет подсказывали что-то заставляли учиться так скажем не было такого что специально тебя хотят срезать срезать это типа завалить у нас просто в универе так называлось когда человек например заваливает экзамен это и минус и учителю значит и плохо преподавал этот предмет раз ребенок не смог сдать ну как ребенок молодой человек или молодая девушка я училась в западном университете он находится на боксовете кто живет в боку тот знает я очень довольна своим универом не могу сказать года которые училась там были ужасными так далее всегда пытались помочь пытались как-то направить некоторым даже помогли устроиться помогли с работы у нас например в универе работали девчонки в роли тюдора они тоже были выпускницы нашего универа и специально брали именно выпускниц нашего универа я как-то оборачиваю смотрю на своих одногруппников которых уже давно не видел но в соцсетях как бы они мелькают у меня все с работы все как-то нашли себя миди просто пушка последнее время подсела на миди с вином как идет обалденно в общем если ты спрашиваешь моего совета как бы я бы поступила в этой ситуации однозначно позвонила бы на горячую линию борьбы с коррупцией у нас такая горячая линия есть и два раза я обращалась туда и два раза решали мою проблему прям без проблем решали сразу просто проблема в том что вы замалчиваете проблему возможно сказав деканом или кому-то из универа возможно эту проблему решить мне иногда девчонки рассказывают истории подписчицы там отправляют что водка мне пристает педагог я сразу такая думаю блин как круто я жила в университетские годы никаких таких проблем не было вообще и диск обожаю если мы сами не будем требовать наши права то естественно наши права будут ущемляться айка у меня к тебе вопрос ответь пожалуйста на видео были ли моменты что хотела расстаться с парнем и поставить точку если были то расскажи про эти моменты естественно в жизни каждого человека бывают такие моменты эти моменты бывают в основном на эмоциях когда ты злой на человека вы знаете такой человек я редко злюсь но когда я злюсь я становлюсь вообще бешеной естественно у меня такие моменты они имели место быть вот и мне что нравится в моем парне за все два года наших отношений он ни разу не говорил давай расстанемся ни разу прикиньте мне кажется если он мне скажет эту фразу все мы с ним расстанемся то есть он как бы не разбрасывается словами еще что мне очень понравилось в нем когда мы начали общаться мне понравилось что он не хайл своих бывших там я спросила были ли у него отношения до меня там небольшие и он ни про кого ничего плохого мне не сказал а иногда бывает узнакомишься с парнем у меня так одногруппница познакомилась в инстаграме с парнем пошла встретилась он как начал хаять свою бывшую была просто шкура которые нужны были только деньги и пол свидания он просто рассказывал про то какая его бывшая была шкура я такой вообще не люблю особенно меня раздражает когда мужчина обижают женщин мне моим парнем это сразу очень понравилось он не слишком эмоциональный у него нет вот этих перепадов настроения сегодня хочу чтобы общаться завтра не хочу сегодня надо мне это все завтра не надо немножко мама пересолила поэтому с оливками не очень идет я очень люблю стабильность если мой молодой человек постоянно сомневался стоит ему что-то делать не стоит у нас бы скорее всего ничего не получилось были моменты когда я была очень злая на него я ему говорил давай расстанемся сначала как то приходилось извинялся мирился и все такое но последнее время когда я говорю давай расстанемся он просто угорает над этим мне кажется просто я столько раз говорила эти словам просто на эмоциях что уже они не несут никакую силу мне кажется это моя ошибка не стоит так часто разбрасывается словами медиа обалденная пушка пушка естественно все мы живые люди в чем то мы можем одинаково думать где-то наше мнение не сходится нужно уметь найти компромисс у человека который просто идеально вам подходит и у вас нету никаких проблем это тоже должно заставить задуматься потому что такого не бывает вы знаете больше всего меня поражают отношения Аллы Пугачева и Максима Галкина я почему-то всегда думала что они поживут вместе года 3-4 и разойдутся они так долго вместе у них уже дети семья и разница между ними мне кажется чем старше Алла становится тем больше ощущается но блин он ее любит он вместе с ней я смотрю на эти отношения и не знаю поражаюсь неужели такое бывает не знаю я смотрю на них и я понимаю что все таки наверное люди любят не за внешность а за какие то внутренние качества очень вкусно смотрите сколько осталось совсем чуток я все съела в общем вы поняли мидзи тоже были просто обалденные остался йогурт а его я буду кушать когда буду монтировать это видео на этом все мои хорошие обязательно ставьте лайки подписывайтесь всех люблю целую с вами была Айка